Здравствуйте! Это Суть Дела. Санкции, введенные Евросоюзом против России, а также ответные меры российских властей, оказались чреваты для экономики Швейцарии заметными потерями. Альпийская Республика оказалась в десятки стран, которые в наибольшей степени страдают от новой торгово-экономической холодной войны в Европе. Хотя санкций против Москвы она официально не выводила. В прошлом, в 2014 году, продовольственная эмбарго, которая Россия ввела в ответ на экономические санкции ЕС, позволила Швейцарии даже увеличить поставки своей продукции на российский рынок. Но в 2015-м ситуация резко изменилась. Если проанализировать отрасли, которые особенно пострадали от экономического противостояния с Россией, то окажется, что на первом месте по потерям рабочих мест как в Евросоюзе, так и в Швейцарии находится сельское хозяйство. За ним следует розничная торговля, капитальное строительство, оптовая торговля, пищевая промышленность, машиностроение. Но почему же Швейцария, которая не присоединилась к санкциям и не входит в Евросоюз, несет потери наравне с другими странами Европы? Ведь еще в прошлом, в 2014 году, товары из конфедерации активно использовались российскими импортерами с целью замещения поставок из Евросоюза, в результате чего на российских прилавках куда более заметными стали не только сыр из Швейцарии, но и, например, овощи. Санкции США и ЕС лишь частично объясняют спад экспорта из Швейцарии в Россию. В первую очередь, негативное влияние на торговые отношения Берна и Москвы оказывает невыгодная промышленная конъюнктура в России, падение курса рубля и низкие цены на нефть. Ну и, кроме того, укрепление швейцарской валюты на мировом рынке. Из-за сильного франка швейцарские поставщики просто не могут выдерживать ценовую конкуренцию. Если в прошлом году российские импортеры, хотя и жаловались на дороговизну швейцарских товаров, но все же замещали ими товары из ЕС, то в 2015 году рост курса франка поставил крест и на этой возможности. Свою роль сыграло и падение потребительского спроса в России. Как показал недавний опрос в ЦИОМ, почти треть россиян начала экономить, заменяя привычные товары и продукты на более дешевые. Швейцарская продукция в этом свете стала даже для обеспеченного российского среднего класса не по карману. В итоге, если в первой половине 2014 года импорт из Швейцарии в Россию вырос более чем на 13%, то в этом году наблюдается падение, причем сразу на 35%. Швейцария не ввела собственные санкции, а лишь приняла меры во избежание обхода санкций. Тем не менее, швейцарская внешняя торговля страдает от санкций как прямо, так и косвенно. Сейчас практически невозможно найти адекватное финансирование торговых сделок между российскими и зарубежными партнерами, в том числе и швейцарскими. А это прямой результат банковских санкций США и ЕС. Кроме того, Россия ограничила закупку иностранных медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. И это тоже негативно сказывается на общей ситуации в рамках российско-швейцарской торговли. Ведь фармацевтическая продукция традиционно является одной из основных статей российского импорта из Швейцарии. Не следует также забывать и о снижении туристического потока из России в Швейцарию. Если до прошлого 2014 года турпоток стабильно рос в среднем на 7% в год, то в 2014 году он упал на те же 7%, а зимний сезон 2014-2015 годов и вовсе оказался провальным. Минус 30% по сравнению с предыдущим сезоном. Трудности в этой сфере связаны прежде всего с сильным франком и слабым рублем. Россия сохранила позиции в качестве ведущего потребителя туристических услуг в Швейцарии, отставая от США, Китая и стран Персидского залива, но опережая Индию и Японию. Однако снижение количества туристов из России происходит не только из-за общего кризиса, но и по причине укрепления франка. Падение цен на нефть оказало дополнительное негативное влияние на экономику нашей страны, рост которой и так уже замедлился в 2012 году из-за структурных факторов. Это привело как к падению спроса в России на товары из Швейцарии, так и к более низкой норме прибыли для зарубежных фирм. Дополнительными факторами являются новые политические приоритеты России, в частности, ее повышенное внимание к Азии и попытки наладить импортозамещение. Ну а это все прямые убытки для швейцарских компаний. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова